Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Будем начинать служение наше. Давайте обратимся к Господу, попросим Его благословений. Совершим молитву. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, что и в этот вечер Ты позволил нам прийти в Твой дом. Мы сердечно благодарим Тебя, что Ты даешь нам это желание быть в общении святых, иметь назидание через Слово, молиться к Тебе, воспевать Твое имя. Слава Тебе, Господи! Господи, Ты знаешь, что сегодня направленность нашего служения будет молитвенной. Благослови нас в наших молитвах. Господи, приготовь наши сердца к этому служению. Помоги, чтобы и через это имя Твое было возвеличено и прославлено. Господи, Ты знаешь, так же вот и наших братьев-сестер, которые не смогли поучаствовать утром в воспоминании Твоих страданий. Ты знаешь, что вторая часть будет для них. Благослови, Господи, и вечерю, мы все веряем в Твои любящие руки. Прибудь с нами, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья всеми, будьте, славный день настал. Благослови, Господи, 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 славный день настал. Наши силы нам на веки, Наши имена на веки, И души не зависам, На веки зависам. Вера и любовью мы теперь живем, И, обрытый кровью, к небесам идем. Светлая надежда веселит сердца, Будет жить в обеде кровью креста. Громко буйки, Аллилуйя, Громко буйки, Аллилуйя, Нам на веки в книгу жизни зависам, На веки зависам. Громко буйки, Аллилуйя, Громко буйки, Громко буйки, Аллилуйя, Громко буйки, И лишь и непонятная святая прелесть в ней. С души, как время скатится, сомненья далеко. И верится, и плачется, и так легко, легко. Приветствую вас, дорогая церковь. Я смотрю на нас всех и мысленно представляю, просил бы, чтобы вы представили то время, когда все мы были маленькие, а было другое количество людей, старших, которые молились за нас. И прошло уже очень много лет, сегодня мы сидим здесь, пришли на молитвенные собрания, молиться уже о своих детях. Перед нашей общей молитвой, перед благодарственной молитвой, хотел бы поделиться с вами несколькими мыслями, которые Бог открыл мне, чтобы мы могли сегодня все больше и больше увидеть, насколько важно благодарить Господа за детей. Вспомните одну семью Старого Завета. Это отец, который любил сына своего, был у него сын, которого он любил больше всех детей, которого он ублажал, которому он уделял больше всего время, которому, кроме времени, давал все, что ему нужно, влаживал в него знания, влаживал в него все, что мог для того, чтобы сын вырос послушный Господу. Это был Иаков и Иосиф. Иаков очень любил Иосифа. И до сих пор странно, почему вот эти 11 сыновей напротив одного Иосифа, и вот все, что отец мог дать, казалось бы, всем им, он отдавал этому сыну. Он пошил ему красивую одежду. И тут началось необратимое. Мы знаем, как история разворачивается дальше. Я не буду ее пересказывать, но хотел бы, чтобы мы уловили вот этот момент, что, несмотря на то все, каким, как любил Иаков своих сыновей, старших от Рахили, от служанок, которые родили ему этих первенцев, старших, и как он относился к сыну, той, которую он больше всего любил. Позже, по Божьему плану, Иосиф исчезает из дома. И Иаков остается наедине с сыновьями, которые так долго обманывали его. Он пожал в конце своей жизни хороший плод. И эта история, она всегда, каждый раз, когда мы ее перечитываем, она нам открывает новое, что-то глубокое, что-то такое, чтобы мы могли переменить в своей жизни. Однажды, когда Иисус Христос в Евангелии от Марка описывает этот случай, когда Он говорил притчами, Он сказал очень одну известную притчу. Я хотел бы, чтобы мы прочитали ее вместе с вами. Четвертая глава послания Евангелия от Марка. Четвертая глава Евангелия от Марка 30 по 32 стихи. Давайте мы проследим. «И сказал, чему подобен Царствие Божие, или какую притчию изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так, что по тенью ее могут укрываться птицы небесные». В Евангелии от Матвея тоже написано об этом. Немножко с другой стороны, немножко другими словами. Идея этой притчи, о чем Христос говорил, что Царствие Божие подобно зерну, которое человек сеет, и когда оно, оно маленькое зерно, но когда оно вырастает, проходит время, оно проросит обильный плод, оно подобно дереву, которое вырастает в больших размерах. И оно настолько большое, что в его ветвях укрываются птицы. Молитва сегодня наша будет благодарности о наших детях. Принцип посеянного зерна – это принцип жизни и смерти. В другом месте написано, если оно не умрет в земле, то оно не даст свой плод. Наши любимые, дорогие дети, то те, ради которых мы готовы пойти на все, по крайней мере, те, кто верует в Бога, мы готовы за них жизнь свою отдать, мы готовы им отдать все, что мы можем. Вот как раз ради них Господь посылает все нам самое обильное, Он посылает нам благословение. И во многом через наших детей мы получаем очень большие жизненные уроки. Мы уже говорили, что это принцип жизни и смерти. Родители являются тем человеком, которые сеют семя в землю и ожидают ожидаемого плода. И когда родители, мы с вами, я, многие из нас, друзья, когда мы сеем эти семена, Царствие Небесное, семена Слова Божьего, главное, чтобы мы это делали во всех сферах жизни нашего ребенка, не как-то однобоко, не как-то что-то вот одно и всегда. Это должно охвативать всю его сущность. Он должен понимать, нужно, чтобы ребенок понимал, так Писание говорит, чтобы его воображение работало, что то, что он видит, он мог учиться сопоставлять с реальностью и с тем, что написано в Писании. Он должен понимать, что когда он будет видеть в жизни злых людей, как ему с ними обращаться, на каком основании и тому подобное. То есть все сферы жизни ребенок нужно, чтобы был научен. Единственная сфера, откуда он будет научен, это мы с вами, друзья. Мы с вами здесь сидим сегодня, потому что в свое время папа и мама, а в больший случай дедушка и бабушка, научили нас, водили в собрание. Я помню, как меня моя бабушка водила, я считал для себя большим подвигом в жизни и высидеть два часа в собрании на лавочке, которая не имеет спинки. Знаете, что это такое? Для меня казалось, что высидеть вот это время, это большой подвиг. Но со временем это пронесло свой плод. Со временем, когда были жизни, ситуации в жизни, Бог давал мне из сердца знак, это то, о чем ты был научен. Вот как раз именно это помогало мне в жизни и сохраняло меня от многих непредвиденных плохих последствий. И независимо, дорогие друзья, я хочу обратиться к родителям. Почему-то считается, что когда молодые родители говорят старшим родителям, как лучше было бы что-то сделать, считается это каким-то ненормальным. Нет, дорогие друзья. Если кто-то из старших родителей сожалеет о том, что что-то было сделано неправильно, слава Богу, что мы сегодня вместе можем помочь друг другу идти дальше по жизни и исправлять. Мы должны заплатить цену за свои ошибки, но мы также должны помочь друг другу двигаться дальше, чтобы другие, которые смотрят на нас, они не делали того же. И нравится нам это или не нравится, есть ли у нас время или нет, но задача, поставленная перед Богом, научить детей посеять это семя в землю, посеять это царствие Божье в ребенка и сделать это вовремя и сделать это хорошо. Я помню, когда у нас дома был большой огород, мы можем это себе в Украине, в России позволить, здесь нужно за каждую сотку бороться, тысячи платить, нам нужно было посеять траву для скоток, который у нас был дома. И отец мой, мы приготовили всю почву, мы все сделали, мы отметили контуры, где что все должно идти, вот эта площадь, мы отмерили этот, сколько там этих акров было, или сколько там размер, и он попросил пожилого соседа, который жил в Вазенат, который знает, как это делать. Я сидел со стороны, смотрел, какая разница, неужели мой отец не может взять вот прежде этих семян и бросить, неужели так трудно? Оказывается, не так уж это и просто. Это человек каким-то образом, он заходил с каждого, с каждой стороны, он особым образом бросал налево, бросал направо, приглядывался, не пропустил ли он пустое место, потому что, когда она возрастает, где была пропущена, там получаются пробелы, и смотрится некрасиво. Дорогие друзья, задача, поставленная Богом перед нами, родителями, посеять семья в сердца наших детей. сейчас. Сделать это вовремя, то есть при начале их жизни. Как говорит Соломон, настав юношу при начале жизни его. И второе, сделать это хорошо. Сделать это, как капиталовложение, не только для себя, но и для самого ребенка. Мы привыкли, человеческая натура способна иметь большое рвущее желание увидеть результат сейчас. Вот я тебе сказал это сделать, вот я сейчас хочу, чтобы ты исправился, вот я сейчас хочу, чтобы так было. Вспомните, как мы говорим с нашими детьми. Но результат, друзья, он не может быть сейчас, потому что семя еще в земле, оно должно умереть, оно должно вырасти и принести плод. Придет тот час, когда мы пожнем эти плоды. Но чтобы быть уверенными, что мы пожнем хорошие плоды, сейчас, в данное время, нам нужно посеять хорошо, посеять вовремя. Когда почва мягкая, когда почва открыта для восприятия этих зерен, когда мы будем молиться сегодня, вспоминайте, говорите об этом Богу, благодарите за это Бога. И то, что мы видим сегодня, дорогие друзья, каждый раз, когда молодежь выходит петь. Те детки, которые сегодня в собрании, это не то, что вы их приводите каждый раз, а это тоже. Но это, вот то семя, которое было посеяное, оно дает свой плод. Сейчас этот плод в половине, но это будет время, придет время, друзья, придет тот час, когда это в полноте откроется. И мы увидим, насколько Бог был прав. Но это дано всего один раз, друзья. Мы можем куда-то пойти много раз, мы можем что-то купить много раз, но это вопрос нашей жизни и смерти. Мы можем сделать всего один раз, тем более по отношению к нашим детям. Давайте вернемся к Иосифу и Иакову. Что особого было в том, что Иаков так любил своего сына? Мы говорили о том, что он его обучил хорошо. Мы ему говорили, что он ему привил любовь, и не привил ему любовь к Богу, к его слову. А результат бы следующий, когда Иосиф оказался в чужой стране, без матери, без отца, без братьев, без никого, начиная от раба, который драил полы, делал самую разную, черную и самую низкую работу, до второго человека после фараона. И только потому, что он любил своего Бога, которому отец его привил любовь. И реальность такова, дорогие друзья. Мне трудно об этом говорить тоже. Я тоже отец, так как многие из вас. Придет время, когда наши дети уйдут из дома. И самое главное, нам нужно все сделать для того, чтобы когда мы их не будем видеть, когда мы с ними не будем говорить, когда мы не будем видеть их жизни, они будут жить жизнью христианина. Вот в чем суть, братья и сестры. Не в том, что мы будем приезжать и нагайкой стоять возле них, но мы знаем, чтобы в свое время мы сделали то, что нужно сделать. И придет время, когда они будут сами в этом мире, они будут принимать здравые, правильные решения во свете Слова Божьего, во свете той веры, которая была привита им к Богу родителями. И в этом вступает, в этот конечный результат вступает Бог, который дает рост тому семью, которые мы влагаем в наших детей. Я думаю, нам есть за что благодарить, дорогие друзья. Пусть сегодня молодые семьи, которые недавно поженились, молитесь, друзья, чтобы, если у вас, скажите Богу так, «У нас еще нет детей, Господь, но дай нам мудрости воспитать их». У кого много детей, скажите, «Господи, у меня так их много, мы такие благословенные, слава Тебе! Подай нам мудрости, каждому из них приви, а Ты возрастай». У кого уже старшие дети, если кто-то о чем-то сожалеет, сожалеем многие из нас. «Господи, прости меня, в чем-то был виноват, в этом, в этом и в этом. И где находится мой сын, и моя дочь сейчас? Благослови их! Сейчас Твое время! Пусть Бог поможет нам! Давайте, как мы любим молиться, коротко, по теме. Господи, спасибо Тебе за моих пять сыновей! Спасибо Тебе за то, что они со мной сегодня! Они живы и здоровы! Они знают Тебя! А дальше я отдаю в руки Твои! Аминь! Помолимся! Небо и земли, в этот вечерний час стоим перед величием Твоим. Мы благодарим Тебя за детей наших! Народ молится Тебе, Твой Господи! Потому что Ты дал уникальные благословения, которым человек только может мечтать, задавать жизнь другому человеку. Мы бы, наверное, не знали, как тяжело было для Тебя отдавать сына Твоего до тех пор, пока мы не завели своих детей. Ты научил нас любить. Ты в детях наших показываешь Своё благословение и как Ты любишь нас. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Иисус, что мы имеем наших детей с нами. Наши дети в Доме Твоём. Нашим детям приятно, когда не слышат имя Твое. Им приятно, и они любят читать Слово Твое. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя за тех, кто сегодня сокрушается. Возможно, были допущены ошибки. Мы благодарим Тебя, что мы дальше можем продолжать идти и не стоять на одном месте. Мы благодарим Тебя, что Ты хранишь наших детей, оберегаешь. Слава Тебе во имя Иисуса Христа за Твою любовь, за Твою сильную и благословенную руку, за Твое присутствие в их жизни. Слава Аллилуйя Тебе! Аминь! Слава Аллилуйя Тебе! Иде stempo Видите Едем! Идеем! Делай Бог! Невайте его! Познайте его! Ах, там прибежащие силы, не убоимся с Đâyem. Носит с нами Бог Иаково, защитник наш! Бог Иаково, защитник наш! Бог нам прибежище и силой! Моя заветная мечта Увидеть небо над Эдемом И там остаться навсегда В чудесной родине Адама Небо и Эдема Ты моя песня Небо и Эдема Сегодня мечта Самая нежная, самая светлая В жизни моей одна Моя желанная мечта Склониться тому, Бог Иисуса И черпать силы навсегда Домой к Спасителю вернусь Небо и Эдема Ты моя песня Небо и Эдема Сегодня мечта Самая нежная, самая светлая В жизни моей одна Небо и Эдема Хочу я вечно быть с тобой Небо и Эдема Небо и Эдема Небо и Эдема Ты моя песня Небо и Эдема Сегодня мечта Самая нежная, самая светлая В жизни моей одна В жизни моей одна О, любовь, как могу О тебе все сказать Брянный разум сраженный Молчит Он бессилен, хоть часть Твои ж свасть Понимать Песнь любви Только в сердце Звучит С кем сравню не сравненно Я прекрасный Прекрасный твой лик Иль чему уподоблю тебя Пред тобой мир ничто Как бы ни был велик Прекрасный твой Прекрасный твой О, любовь Твое славное Имя Иисус О, Иисус Твое имя Любовь Наполняй Мое сердце Собою Полней Полней Дай гореть С каждым днем Все Сильней Столько Столько много тем И хотелось бы, конечно Подробно остановиться На каждой из этих просьб Но я сегодня хотел Предложить вам порассуждать О взаимоотношениях В семье Взаимоотношения в семье Это не нечто Какое-то однобокое Какая-то одна грань Взаимоотношения в семье Это целый комплекс Взаимоотношений Оно всегда включает И взаимоотношения Родителей И детей Взаимоотношения Родителей Между собою И еще Одни взаимоотношения Это взаимоотношения Детей Между собою И в этих взаимоотношениях Нет второстепенных вещей Во всех этих взаимоотношениях Все является главным, как родители относятся друг к другу, как родители и дети относятся друг к другу, и как дети, братья и сестры, относятся друг к другу. И очень многих проблем в семьях можно было избежать, если бы все эти взаимоотношения находились на должном высоком уровне. И когда мы будем молиться сегодня о наших семьях, будем вспоминать все вот эти просьбы, которые мы будем приносить перед Богом. Я бы хотел с вами порассуждать об одной очень хорошей семье, которая оставлена на страницах Священного Писания. Иногда мы читаем Писание, и оно нам дает отрицательные примеры, и мы учимся, как нам не нужно делать. Но тот пример, который я бы хотел прочитать, говорит о хорошей семье, как там было хорошо. О чем я буду читать? Не знаете. Иова. Книга Иова, первая глава. С первого стиха. «Был человек в семье Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. И менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги. И был этот человек знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех них. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Когда мы с вами рассуждаем о Иове, перед нами предстает человек страждущий. Перед нами предстает человек, который лишился всего, который сидел у ворот и смотрел на свое тело. Но сегодня я хотел бы порассуждать о другой части Иова, той части жизни Иова, которая открывается нам в первой главе. О семье Иова в то время, когда он жил благополучно. Чему можем у Иова научиться, когда он был богатый, когда он был знаменитый? Нам порой кажется, что если вот мы были такие знаменитые, как Иов, если бы мы были настолько богатые, как Иов, то и у нас в семьях все было бы хорошо. Но жизнь показывает, что состоятельные семьи имеют не меньше проблем, чем семьи, которые живут, может быть, не в таком достатке. Здесь дело в другом. О Иове написано, что он был знаменитее всех сынов Востока. Он был знаменит тем, что он был богат. У него было все. У него была прислуга, был скот, были деньги. Но на этом его известность не заканчивалась. Иов был знаменит, потому что кроме своего богатства он был известен своим характером. Он был известен своим высоким духом. Его стиль жизни был известен далеко за пределами того места, где он жил. Сам Господь дает ему лесную характеристику. Вы помните дальше, когда он говорит, ты видел Иова, такого, как он нет на земле. Он говорит, что он непорочен, богобоязнен, справедлив и удаляется от зла. И при всем при этом у этого человека была большая семья. Знаете, мы живем в таком мире, когда кажется людям, что одному легче достичь каких-то духовных высот. И люди порой удаляются от своей семьи, не имеют семьи. Им кажется, что вот таким вот образом они могут более приблизиться к Богу. И многие семейные люди находят себе извинения, что они не на должном духовном уровне, потому что у них есть семья, которая не позволяет им этого уровня достичь. И жена отвлекает, и дети мешают, и многое другое. У Иова была большая семья. Семь сыновей и три дочери. И при всем при этом Иов достиг очень больших духовных, высоких духовных качеств. Он достиг очень большого богопознания. Он знал и Бога, и знал окружающий мир. Как семья Иова жила? Мы не знаем. Списание не дает нам подробного изложения об этой семье. Но есть некоторые моменты, которые нам помогают понять. Написано, что сыновья Иова сходились каждый день в одном доме и имели пир. Это очень примечательный момент. Когда мы говорим об отношениях в семье, мы очень часто имеем в виду отношения родителей и детей. Но мы порой упускаем, что очень немаловажное значение имеют отношения детей друг к другу. И вот у Иова в этом плане было все нормально. Знаете, я вспоминаю, когда я был молод. У меня, к сожалению, нет брата. Это всегда мне как-то тяготило. У меня три сестры, они меньше. И моя сестра, которая на год меньше меня, она всегда была со мной. И я всегда как-то не сильно комфортно чувствовал. Надо на автобус бежать. А она бежит медленно. Где-то надо быстрее пойти. А она быстро не ходит. И всегда это меня ущемляло. Но сейчас моя сестра живет там, в Одессе. Я скучаю за ней. Прошло время. И я по-другому стал над эти вещи смотреть. В семье Иова в этом плане было очень хорошо. Его сыновья были дружны между собою. И его сыновья не тяготились общением друг с другом. Они по очереди были друг друга у дома. Их не заставляли. Их никто не принуждал. Они имели общие интересы. Они имели общие желания. Несмотря на то, что у каждого из них был свой дом, они находили время, чтобы общаться друг с другом. Их тянуло друг к другу. Более того, написано, что на свои пиршества сыновья Иова приглашали своих сестер. Это тоже очень замечательный момент. Наверное, было очень много людей вокруг. Наверное, очень было много тех, которых можно было пригласить. Но сыновья Иова приглашали своих сестер. Правильно были воспитаны сыновья Иова. Они могли пригласить кого угодно. Но предпочитали приглашать своих родных сестер. Эта семья была как одно целое. Знаете, сегодня враг душ человеческий преуспел очень многое. Он пытается разделить родителей с детьми. Более того, он пытается разделить внутри семьи братьев и сестер друг с другом. Пытается разогнать их по углам. Пытается, чтобы ничего они общего не имели с друг другом. И в этом плане от него очень много успехов. И нам, как родителям, очень больно наблюдать за тем, как наши дети порой не находят общий язык друг с другом. Что наши дети находят себе друзей на стороне. Что наши дети делятся своими мыслями, делятся своими желаниями с кем-то чужими. Но внутри семьи не хотят держаться настороженно. Так не должно быть. Мы, как родители, должны иметь не только хорошее отношение с нашими детьми, но мы должны следить за тем, чтобы наши дети имели хорошее отношение друг с другом. И сделать все для этого. Следующий момент, который я бы хотел обратить внимание, это на уважение детей Иова к своему отцу. Заметьте, когда Иов посылал за своими детьми, они всегда приходили. И он их освящал. И надо заметить, что это происходило не раз, не два, не спонтанно, не когда-то, а иногда. Это происходило периодически. Периодически Иов посылал за своими детьми, и его дети приходили. Они относились к своему отцу с должным уважением, понимая, что если отец хочет, чтобы они пришли, если отец хочет, чтобы он их осветил, значит, это не просто какая-то старческая прихоть. Значит, это важно, потому что отец их придает этому важность. Знаете, мы сегодня с вами родители, но мы с вами и дети. У каждого из нас, ну не у каждого, но у многих нас с вами есть родители. Как мы относимся к ним? Как часто мы общаемся с ними? Знаете, наши родители знают, что мы с вами заняты. Наши родители знают, что у нас мало времени. И, может быть, наши родители порой стесняются нам надоедать своими звонками и приглашениями. Но периодически мы должны с ними общаться. И наши общения должны носить не случайный, а постоянный, системный характер. Иов приглашал своих детей и освящал их. Наши родители, может, не всегда могут нам позвонить, может, не всегда находят смелости попросить нас приехать, но мы сами должны догадываться, что мы должны общаться со своими родителями. И это должно быть, это и общения должны быть частыми. Еще один момент, который я хотел бы обратить внимание, это то, что сытая жизнь Иова, жизнь в полном достатке, прекрасная воспитанная семья, прекрасные дети, не повлияло на Иова расслабляющим образом. Иов не покоился на лаврах довольствия. Вот я вырастил своих детей правильно, вот я их воспитал, вот они хорошо живут между собой, вот они дружные, все у них хорошо. Иов на этом не успокоился. Иов постоянно переживал, потому что Иов, как никто другой, знал, что есть грех вокруг, и что грех – это реальная вещь, что, может быть, его дети по неопытности, может быть, по молодости могут где-то допустить ошибку или неточность. И он встает утром рано и приносит всесожжение. Знаете, многим молодым людям кажется, и я такой был молодой, и мне казалось тоже, что родители и пожилые люди ночью молятся, встают рано, утром молятся, потому что им спать не хочется. Не бессонница подымала утром Иова рано, не бессонница подымает многих вас по ночам на молитву, а вполне правильное переживание за своих детей, даже если все хорошо, даже если у детей все нормально, даже если они воспитаны правильно, но все равно существует опасность, потому что грех очень близко. По молодости, по неопытности, каждый из нас и наши дети могут оступиться. И подобно Иову мы должны с вами отличаться в этом деле постоянством. Иов отличался постоянством, он вставал утром и периодически возносил всесожжение, чтобы Бог покрыл неточности этих детей. Поэтому закончатся наши молитвенные общения, закончатся наши молитвы о наших детях вот таким вот образом в нашей церкви, но мы должны в семье постоянно пребывать в молитве, даже если все хорошо, даже если нет проблем, мы должны подобно Иову приносить молитвы за своих детей, потому что реалии жизни таковы, что греха очень много вокруг, и все мы подвержены тому, чтобы оказаться где-то в неточности, где-то поступить как-то ошибочно в своей жизни. Давайте помолимся не только о взаимоотношениях внутри семьи, о взаимоотношениях детей друг с другом, о взаимоотношениях родителей, а также об этих всех перечнях. Потому что детям нашим предстоит очень большая жизнь, мы не знаем сколько, но им тоже предстоит очень многое в жизни. У них будут свои дети, чтобы Господь благословил их и в выборе спутника жизни, чтобы Господь их благословил, чтобы когда у них были дети, они их тоже приносили, чтобы имя Его было прославлено. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш милосердный, в этот час мы предстоим перед Тобой и благодарим Тебя за детей наших, которые Ты даровал нам, Господи. В своих отношениях с детьми нашими мы больше начинаем понимать Тебя, понимать Твою любовь к нам, понимать жертву Твоего Сына и нашего Спасителя, Иисуса Христа. Мы молим Тебя, благослови детей наших, помоги, чтобы они устояли в этом мире греха, зла и беззакония, Господи. Сохрани их в этом мире от всех искушений, Господи. Мы просим Тебя за детей, которые не находятся с нами здесь, в этом собрании, Господи. Многие из них находятся вне этого дома, Господи. Они еще во грехе. Мы просим Тебя, чтобы Ты возвратил их сюда, Господи, чтобы Ты послал им дар покаяния, Господи, чтобы они пришли к Тебе и познали, как Ты благ. Мы просим Тебя, сохрани всех нас, чтобы мы вместе с детьми нашими предстали перед Тобою и возблагодарили Тебя за все, наш вечный Бог. Аминь. Христос, Христос, родим, моря за Христос, Пусть слеза течет кровавый, ты, грехи мои, порез, наносил тебе я ранний. Но боился ты, Господь, тогда за меня концом взывая, не забыть мне никогда это слово, не стимания. Входи, молится Христос, делом сам без небогае, будет воля лишь твоя. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Без немания, без немания. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Пусть слеза течет кровавого, не забыть мне никогда это слово. Христа, чистый день, кровь Его, Боже, дядь на грехах смыть с Тебя, смыть с Тебя. Христа, Боже, дождь, что на кресте пролил, Христос, сделать снега милее Тебя. Ты готов пресветить Твой Бог, Христа, и обыдлитый кровью Христа. Край Святой Моя, когда душа Твоя, Боль, очищенный кровью Христа. Чистый день, кровь Его, Боже, дядь на грехах смыть с Тебя, смыть с Тебя. Христа, Боже, дождь, что на кресте пролил, Христос, сделать снега милее Тебя. Христа, Боже, дождь, что на кресте пролил, Христос, сделать снега милее Тебя. Христа, Боже, дождь, что на кресте пролил, Христос, сделать снега милее Тебя. Христа, Боже, дождь, что на кресте пролил, Христос, сделать снега милее Тебя. Перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню, мы помолимся. Боже, вечный, в этот час, простоя пред лицом Твоим, мы сердечно благодарим Тебя за милости Твои, проявленные к нам. Благодарим Тебя, что Ты еще в этот час вторично позволяешь нам вспомнить Твои голговские страдания, Твое ломимое тело и пролитый кровь за грехи наши и беззакония наши и ранами Твоими мы исцелены. Слава Тебе! Благослови тех, кто еще не участвовал, чтобы они также могли вспомнить эти страдания и прикоснуться к Твоему ломимому телу и Твоей пролитой крови, достойно и размышляя о Тебе. Тебе да будет слава в этот час вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Перед тем, как мы будем совершать Вечерю Господнюю, я прочитаю место всем знакомое, которое всегда читает 11 глава 1 послания Коринфянам с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите сие с тела мое за вас ломимое, съе творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сея чаша и снова завет моей крови, съе творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб си и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб си или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот это наставление нам Господь дал через апостола Павла. И он здесь говорит, что «я принял от Господа, что он мне передал в видении». То есть Господь открыл апостолу Павлу, как нужно совершать эту вечерю Господню. А что он оставил нам это пример и сказал, что мы это делали только в его воспоминания. Поэтому сейчас мы будем молиться и просить благословения над хлебом. Боже милосердный, мы еще взываем Тебе и просим Тебя, благослови нас. Ты был терзаем и мучим за беззаконие наши. Ранами Твоими мы исцелены. И вот этот хлеб, это ломимое тело Твое за наше беззаконие, и Ты это все пригвоздил ко Кресту, даровал нам победу через свою смерть и воскресение. Слава Тебе! Даруй только нам помнить Тебя всегда и все это делать во имя Твое и для славы Твоей. Прибудь с нами в этот час, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Кто не участвует, присаживайтесь, пожалуйста. Отец. Отец. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал Симон. Субтитры подогнали Симон. в этот день воспоминаний Твоих голгофских страданий. Мы благодарим Тебя, что это Твое святое установление, и Ты оставил для нас, чтобы мы это делали только в Твое воспоминание. И мы вспомнили Тебя, Господи, что Ты это совершил 2000 лет тому назад. И вот мы имеем это спасение даром по великой милости Творей. Дару только всегда это помнить и дорожить этим, и всегда прославлять Тебя за все. Ты достоин славы, хвалы и благодарения. Ты Бог всемогущий, для Тебя нет ничего невозможного. Даруй только нам помнить об этом, что мы прах и пепел, и ничего не значащее, но просим милости Твоей. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Благослови нас, и прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И у нас есть молитвенные нужды, есть благодарность, и мы помолимся и будем расходиться. Относительно служений на предстоящей неделе. Значит, у нас есть некоторые изменения. В понедельник, как обычно у нас будет разбор Священного Писания, мы продолжаем исследование книги Откровения. Мы только что начали, буквально два раза у нас прошло исследование Откровения, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, все желающие. На неделе далее. В среду у нас не будет Братского Совета, но у нас будет встреча с братьями по подготовке организации служения малых групп нашей Церкви. Есть братья, кого мы непосредственно пригласили. И если кто-то чувствует, видит себя, что он хотел бы в этом участвовать, но вас не пригласили, дорогие братья, члены нашей Поместной Церкви. Милости просим. В среду в 7 часов вечера у нас будет встреча здесь, в Доме молитвы, в одном из классов там внизу, в подвальном помещении. В пятницу у нас начинается семейный семинар. Братья и сестры, я просто хочу напомнить. Пятница с 19.00 – это обычное время нашего служения. У нас будет тема «Христианская семья во свете Библии». Это первая тема открытия нашего семинара. В субботу начало общения нашего будет с двух часов дня. И в этот день у нас будет две темы – мужья и жены, их права и обязанности. И вторая тема «Родители и дети, и воспитание детей». Суббота с 14.00, с двух часов дня. Воскресенье. Утром служение у нас будет, как обычно, с 10 утра. И после обеда у нас есть изменения. Наше общение начнется с четырех дня. И темы будут следующие. Домашний очаг. И вот до этой темы мы приглашаем всех. И молодежь всех приглашаем. И вторая тема, она будет только для семейных. Интимные отношения в семье. Каждый день предусмотрено время для вопросов и ответов. А в субботу и воскресенье в перерыве между темами – свободное общение с кофе. Я хочу еще напомнить, воскресная школа позаботилась, руководство позаботилось о том, чтобы на время семинаров внизу была возможность оставить детей. Тех, кому детей оставить не с кем, вы приходите с детьми. В это время они смогут быть внизу в воскресной школе, и о них будет попечение. Все понятно или нет? Одна деталь, очень важная. Вы помните, что в следующее воскресенье будет 8 марта? Это международный женский день в бывшем Советском Союзе. И еще один день, когда мы стрелки часов переводим. Вы помните? 8, в 2 часа ночи. Все правильно. 7 на 8, в 2 часа ночи. Ну, факт, что 8 надо вставать на час раньше, братья и сестры. Вот это вот отметьте себе, все остальное не так важно. 8 числа надо встать на 1 час раньше. И, напоминают братья, подсказывают, братья, вы уже информацию получили, раньше вставать, позже будем осенью вставать. А 8 надо будет встать раньше. Значит, в среду служение с 11.00 это молитвенное собрание, но это в основном для неработающих, для наших пожилых братьев, сестер. Приходите, пожалуйста, участвуйте в молитвах. Что? И молодых тоже. И молодых тоже приглашаем, кто не работает, не учится. Милости просим, в 11 утра, в 11 дня приходите на молитвенное собрание. Наш вот комитет родительского попечения. Мы уже имели две встречи. Дорогие братья и сестры, давайте так, в этот понедельник мы не будем встречаться, потому что у нас в связи с нашим семинаром общее родительское собрание несколько переносится. Мы дополнительно объявим, когда мы встретимся нашим узким кругом и когда у нас будет следующее родительское собрание. Братья и сестры, я хочу просить вас, молитесь. Идет достаточно серьезная подготовка с тем, чтобы предложить определенную программу молодежного служения нашей церкви. Молодежь, вы молитесь особенно, потому что это в переживаниях о вас. И мы действительно хотим, чтобы в церкви нашей всем было хорошо. И молодежи, и пожилым, всем. И это зависит от каждого из нас, правда? Итак, не будет в этот понедельник этой встречи. Теперь у нас есть некоторые молитвенные нужды и благодарности. Алена, мы молились о ней вчера и позавчера о сдаче важного экзамена. И вот она благодарит, что Бог помог мне сдать очень важный экзамен. Слава Богу! Алена благодарит. И мы благодарим вместе с ней. Давайте помолимся за Василия Григорьевича Сенина. Заболел наш брат и сегодня болеет. Будем просить, чтобы Бог явил ему милость свою. Брат Илья просит молиться за супругу, чтобы Господь исцелил ее. Сестра просит молиться о нужде, чтобы Господь послал помощь в решении вопроса. Не пишет, какой вопрос, но есть вопрос, чтобы Бог его разрешил. Семья просит молиться о том, чтобы сын примирился с Богом, отдал свое сердце Господу в покаянии. И просят молиться о благополучном перелете сестре Любы из Украины. Благодарность за жену и мамочку Ирину. С днем рождения, семья Остапенко. Вот такие вот у нас есть благодарности, такие у нас есть нужды. И через полчаса начнется молодежный вечер. Всю молодежь приглашают на это общение. Встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим, что Ты близок к нам, что Ты слышишь наши молитвы, отвечаешь на наши просьбы. Слава Тебе! Мы просили Тебя за Алену, и Ты явил милость и помог ей в сдаче этого экзамена. Слава Тебе! Господь, Ты видишь нужды, которые изложены в этих записках. За тех, кто болен, за тех, кто находится в перелетах, за тех, у кого есть переживания, за обращения родных и близких. Господи, прими эти нужды к престолу благодати Твоей. Ответь на просимое. Помоги. Пошли по милости Твоей ответы, которые были бы благоугодны для нас. Господь, мы благодарим Тебя и с теми, у кого сегодня день рождения, что Ты благословил еще прожить один год. Благослови в этом новом году их жизни. Да будет Твоя милость также над ними. Господь, мы вступаем в новую трудовую неделю. Мы хотим просить, чтобы Ты благословил нас на наших работах, на учебе, чтобы, Господи, в любом месте, где бы мы ни находились, чтобы мы могли являть Твой свет. Храни нас от греха, храни нас от всего плохого, от того, что не славит имя Твое святое. Прибывай с нами. Мы очень в Тебе нуждаемся. Господи, Ты видишь, что мы хотим иметь на предстоящей неделе особый семинар, семейный семинар. Господь, благослови, чтобы наши сердца были расположены, чтобы мы могли оставить все наши заботы и переживания, и прийти сюда, чтобы иметь общение пред лицом Твоим святым. Благослови нас в этом. Благослови брата, который будет раскрывать Слово Твое. Помоги, чтобы эти дни прошли в силе Святого Духа. Любящий Иисус Христос, мы молим, чтобы Ты благословил нашу страну, чтобы Ты благословил президента, начальствующих в народе, чтобы Ты дал много мудрости этим людям, которых Ты поставил на столь многочисленным народом. Господь, чтобы в нашей стране мы могли проводить жизнь тихую и безмятежную, славить Тебя, продли это благодатное время свободы. Чудный наш Создатель, сейчас распусти нас Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудутся всеми нами. Аминь. С миром Божьим!